Утроение, как самочувствие? Добрый. Как погода? У кого-то снег по колено, у кого-то дождь. Хорошо все? Хорошо, отлично. Все хорошо, все хорошо. Дождь, все хорошо, погода замечательная. Тепло, дождь, плюс 2, минус 17, у нас минус 20. Снег, наконец-то. Снег идет, настроение нормальное, лучше, чем вчера. Ну и замечательно. Итак, девчонки, мальчишки, сегодня у нас какая тема? Обереги, амулеты, талисманы. В Караганде смог. Нет, у нас вроде нормально было. У меня пока еще пространство не застроенное. Все мы всегда стараемся облегчить себе жизнь, защитить, обустроить, притянуть. Помимо того, что мы с вами работаем, да, простые люди тоже, кому летом, талисманом, оберегом, тянутся элементарно открытки, да. Потом лазером выжигают домики, домовые всякие, разные наклейки на, или магнитики на холодильник. Все, что угодно. Десять солнышка сегодня, красота. В принципе, абсолютно все можно приспособить для, или оберега, или амулет. Талисманы, они, как правило, сами по себе появляются. Талисманы – это те вещи добрые. Например, какая-то удачная вещь, в которой вам везет. Или ручка, или сумочка, или детская игрушка. Все, что вас притягивает, все, что у вас очень долго держится, все, что вызывает положительные эмоции. Обереги, но обереги желательно делать. Я вам рассказывала историю, еще раз повторю. Знакомая тоже Космоэнергет. Муж у нее работает водитель автобусов маршрутных по городу. Сами понимаете, какая в автобусах обстановка. Мягко говоря, не очень. И вот она тоже задалась целью. Что же сделать? Я говорю, ну господи, ну что тупить? На самом деле, все в руках. Негатив постоянно в сторону, тем более в спину человеку. Она говорит, постоянно с этим мучаю и заставлю. Он ездит, я ставлю защиту между ним и людьми. Я говорю, самое элементарное. Вот настолько элементарное. Постирала ты его вещи. Высушила, да, там гладишь, не гладишь. Лежат они с копом или висят. Энергию защитную пустила на вещи. Вот тебе защита. Что еще голову ломать? Это то, что можем сделать мы всегда все сами. Самое элементарное. Для того, у кого нет энергии. Для своих близких, знакомых, родственников. У меня, например, я не особо люблю мелочи. С камнями я не работаю. Ну, не мое это. Мелочей у меня на самом деле нет. Добрый. Вы знаете, которые по полочкам расставлены. У меня раз-два я пчелся. Только то, что подарили. И то, что я с собой захватила. Сюда. В смысле сбилась. У меня защита сделана на ключи. Элементарно. Самое простое. Ни брелок, ни что-то еще. Вот именно ключи. Обыкновенные ключи, которыми я открываю дверь в свою квартиру. Что в Симпалатинске это было? Что здесь я это сделала? Ну, это я. Кто-то любит что-то красивое, миленькое, чтобы оно смотрелось хорошо. У каждого своя фантазия, свой вкус. Все это мы своими руками можем сделать. Это естественно. Так, пока не забыла. В конце встречи будем заряжать талисман Нового года. Поросенка. Если съемная квартира, ключи не подойдут же. Почему не подойдут? Ты с ними ходишь постоянно. На данный момент это твои ключи. Все? Какие проблемы? Вот. Зарядим. Пока нету поросенка. Будет. На картинке я выставлю. Мы вместе с вами его зарядим. В конце я более подробно, естественно, это расскажу. Покажу. И вот. Так вот. Так, вот и с чем. Так. И вот и с чем. Ну вот это все вам. Все вам. Читайте. Так. Мы с вами можем все это сделать. Это не сложно. Интересно. Можно на двое ключей, на разные связки. В твоей сумочке или еще для кого-то. Снежан. Так. Вот еще. Вот еще. То, что мы будем заряжать. Для кого-то все можно делать. Все можно делать. Два дня мы будем заряжать. 6 оберегов амулетов. Два дня по три в один день для членов семьи. Сразу скажу, если члены семьи будут присутствовать и работать, то цена как за одного пойдет. Вот как Люда Харина. Вот как Люда Харина. Ласточки тут у нас есть. Алина с любовью. Ольга. Ольга. Волкова. Поняли, да, меня? Одна семья, одна цена. Так, сразу, чтобы потом не отвлекаться. Так, шесть амулетов у нас по 400 рублей. Если берете сразу все, то цена вместо 2400 будет 2000. Все сразу расскажу, чтобы не отвлекаться. Более-менее о хорошем поговорили. Сейчас перейдем на плохое. Плохое – это непроверенные предложения в интернете. Помню, кто-то у меня попросил, помню, кто, а озвучивать просто не буду. Скинули мне ссылку, попросили посмотреть, что это за амулет. Сразу скажу, чернота сплошная. Вот. Цена, ну, цена средняя такая. Скажем, так, 3 или 5 тысяч была. Чек оплачивает, ему высылают. Был еще один вариант, очень такой яркий. Мы потом бились над этим очень долго, чтобы снять ту программу, которая прилепилась. Денежный амулет точно так же в интернете девушка купила. Тоже в пределах этой суммы 5 или 7 тысяч в рублях. Когда уже мы с ней познакомились, начали работать, на тот момент у нее по деньгам был полный крах. В итоге добрались до этого амулета. Она вспоминает, что только она этот амулет приобрела, все пошло под откос. Мало того, что с помощью этого амулета подсадили сущность, которая вытягивала энергию и не давала поступлению денег. Очень долго мы, реально очень долго с этим работали. Потом, что еще может быть? Ну, типа полурабочий амулет может быть. Вам деньги или на что вы заказываете. Туда идет без вашего разрешения, якобы без вашего разрешения, идет отток энергии или идет отток здоровья, типа перекида. Говорю потому, что достаточно часто я сталкиваюсь с этим в интернете. Почему, якобы с вашего разрешения? Потому, что вы приобрели этот амулет, мы его оплатили и согласились на принятые условия. Не факт, что эти условия не были озвучены. Поэтому гораздо безопаснее делать все это самим, для себя, для друзей, для родственников, для детей особенно. Потому, что дети гораздо слабее по энергетике. Таких, на самом деле, случаев очень много. Я уже не говорю, что есть отдельные личности, которые, выступая на вебинарах, рассказывая о чем-то хорошем, добром, полезном, призывая к любви и к добру, на самом деле вытягивают с людей энергию. Это так, между делом. Их надо выбрать, я имею ввиду, заряжать, предметы какие. Если уже случилось давно, что сейчас делать? Покупка медальона или талисмана. Разбираться, чистить и убирать ту программу, которая была подсажена. И сами понимаете, чем больше времени прошло, тем тяжелее работать. Но, опять же, не обязательно вы приобрели талисман с негативом. Совсем не обязательно. Просто проанализируйте, что начало происходить с того момента, и все. И еще очень показательный такой момент. Если это амулит с негативом, он будет от вас прятаться. Реально. Вы знаете, где он лежит. Вы его можете не найти. День, два, три. Потом найдете. Потом он опять спрячется. Очень показательный момент. Так, на свою квартиру, на съемную. Можно все. С нашими безграничными возможностями можно все. Тем более, когда это будет происходить. Это будет происходить в группе. В группе вы сами знаете, что все усиливается. Очень, очень хорошо усиливается. Вот. Так, что вам еще рассказать? Интересного. Так, это я вам скинула, да? Ну, вот смотрите, элементарно. Аберег для дома. Или веник. Небольшой сейчас продают. Или домовенка. Если он у вас есть. Кукла какая-то, да? Постирать. Привести в порядок. Подготовить. Талисман на удачу. Бижутерия. Браслеты. Все, что угодно. Омоложение. Опять же, тут лучше, конечно, драгоценности, драгоценные камни пойдут. То, что вы носите. Личный талисман. Это личная вещь какая-то, которую, опять же, вы постоянно имеете около себя. Чем чаще, тем лучше. Внутренняя сила. Это можно какую-то элементарную, опять же, игрушку большую или статуэтку. Можно две. Смотря где вы их поставите. Например, дома и на рабочем месте. Но, опять же, лучше, чтобы посторонние люди их не трогали. Для детей и подростков, что лучше придумать? Портфель. Элементарно. С чем они ходят в школу? Те же самые ключи от дома, которые у них могут быть. Сумки, я не знаю, ботинки, верхнюю одежду. Это можно делать постоянно. Замок там или пуговицы на ботинках. Сережки. Личный талисман подойдет. Кулон звезда Эрцгама. Маргарита, а напомни, смысловую нагрузку, какую он несет. Я сейчас просто не вспомню. Кукла домовенок подойдет. Я недавно открыла, буквально вот на днях, канал прикольный такой. Домовенок его назвала. Сейчас я его скину. Тоже будем заряжать им же. Сейчас. 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 Можно сделать не один комплект. Я говорю, ну самое главное, желательно, чтобы посторонние на работе не трогали, не брали в руки. Вот у нас, да, ну в основном у меня общество Кусмоэнергетов. С кем я училась в Симпалатинске, да? Вот. И у нас, ну скажем, как негласное правило, даже вот у нас на рабочем месте стояли, где мы работали, статуэтки, никто никогда ничего не возьмет в руки. Ни у кого. Бывает, да, что приходят в гости и начинают хватать все подряд. Ой, какая прелесть, какая статуэточка. Все. Я все. Я от этого в шоке. Я сразу начинаю рычать. Не трогать. Если дети, у меня там стоит все повыше, чтобы не достали. И то родственники мои знают, нельзя. Ничего. Ни бусинки никакие, ни статуэтки принесли, в своих руках показали, да, чем-то поделились. Все. Никто даже не просит, дай подержать, дай пощупать. Ну, нету такого, потому что не нужно вмешательство, во-первых, в ту работу. Во-вторых, не факт, как на тебя этот амулет отреагирует и что может в лоб заехать. Так что... С глаз лучше убрать, да. Все будем заряжать энергиями, естественно. И новыми энергиями заряжать. До которых у меня уже руки дошли. До которых я расскажу про дальше, позже. Прилок с камушком можно. Нужно все, что вам хочется. Все, с чем вы очень часто контактируете. Все это можно и нужно. Домовенка, кстати, будет посвящение шипы. Домовенок надо будет действительно трансформацию кармы тоже сделать. И посвящение сделать. Как раз прикупила красивый авантюрин. Классно? Классно, классно. Еще напомню. В декабре у нас идет 50% скидка на все, на все посвящения. Все, что вы у меня найдете. Даже то, что я не помню. Мы знаем, что это есть. На все идет 50% предновогодняя скидка. Так. Что еще интересного хотите услышать, девчонки, мальчишки? Можете эти вещи носить, можете в сумочке носить. Могут они у вас где-то дома стоять. Можете сделать типа алтаря что-то. Значимые вещи расположить рядом. Место силы получится. Вопросов нет. Ну и ладно. Как часто можно заряжать, менять? А менять зачем? Ну смотрите, да, вот, кстати, вопрос навел меня на правильный ответ. Особенно это касается оберегов. Их можно и нужно заряжать почаще. Потому что раз нападение какое-то энергетическое, астральное, физическое. А оберег отвел. Свою силу какую-то часть энергии потратил. Еще раз, еще так же. Энергия вещи в обереге, она не бесконечна. Поэтому подзаряжать нужно. Ну у вас все в своих руках, во-первых. А во-вторых, то, что мы будем делать, все это в записи останется у вас до скончания веков. Вы можете под запись все это точно так же повторить, возобновить или сделать еще что-то новое. Хоть сто-двести штук. Триста тысяча, десять тысяч. Хоть целыми днями сидите и заряжайте. Дарите, продавайте. Подзаряжать поэтому нужно, да. Что еще интересного хочу рассказать. Вот если спросите, я сразу вспомню. Светильники всякие тоже можно. Можно, но осторожно, потому что электричество, это та же самая энергия, но они могут взорваться элементарно. Почему мы с техникой не работаем? Или работаем, ну, очень аккуратно, ювелирно. Все подробно про завтрашний талисман расскажу. Сейчас закончим, начнем его заряжать. За год полностью два оберега сгорели. Значит, элементарно 8 штук блюда сделай и вперед из песни. Подсвечник хорошая идея. Особенно, если ставить свечку периодически для работы, для какой-то. И именно для этой работы, если, например, там на деньги, да. И если вы будете проводить себе какой-то сеанс по восстановлению денежного потока, на этом подсвечнике, естественно, работа усилится. А если вы зарядите свечку, зарядка свечей у нас будет 18-го числа, еще поставите такую свечу на этот же заряженный подсвечник и будете проводить себе там целый ритуал. Получится вообще шикарно. Все же три в одном. Парям. Ну, вы выдали, сама еще сделай. Мы часто и сжигаем. Подсвечники точно так же можно для оберега, для очищения, для защиты, для денег, для развития. Если мы с вами времени потратим немного, да, это будет в процессе онлайн идти. Потом вы можете всяко-разно изощряться. Мы заряжали шкатулочки. Их тоже снова можно зарядить. Их можно подзаряжать. Я помню, мы на исполнении желаний, да. И шкатулки, рейки, они у нас на исцеление идут. Их нужно просто подзаряжать. Смысла менять я не вижу, потому что они тоже нужны. Так, все, все вопросы закончились. Или нет? Закончились. Так. Час. Поросенка все видят? Ну и замечательно. Сейчас на талисманах их использовать для подзарядки нельзя. Люд, там программа совсем другая будет. А у вас же запись есть? Под эту запись же шкатулочки и будьте так добры. И подзаряжайте. Так. Так, замечательно. Видят всем. Сейчас мы его будем заряжать. Кстати, кто-нибудь уже смотрел, когда у нас начнется год свиньи? В январе, по-моему, да? Да. Наташа, да. В феврале, да. А дату? А в феврале? Угу. А дату? Не смотрели? Вот я хотела посмотреть, все забываю. Но это мы будем заряжать на весь год. Начиная 4 февраля. начиная практически с сегодняшнего дня. Потому что амулет у вас уже будет. Если у кого-то будут те каналы, которые я буду говорить, будем подключать их вместе. Так. Ладно, потом расскажу, что мы будем с ним делать. Сначала зарядим. А заряжать мы будем 5 февраля. Угу. Сейчас зарядим и все расскажу. Заряжать мы будем каналами Удачи. Удача нам всегда, везде. во всем удача, по-моему, даже главнее, чем деньги. Потому что удача может сложить так обстоятельства, что мы очень удачливо получим в подарок двойную зарплату или тройную. Правильно? Поэтому удача. нашего поросюшка. Так. Блок каналов Удачи кто-нибудь получал? Девчонки, мальчишки. Замечательно. Просто шикарненько. Начнем. Канал Симтур. И внимание на поросюшку. энергия идет туда же. Ну, естественно, распыляется на вас. Поток тоже я направляю на нас, на себя, на вас, на поросюшку. Канал работает на открытие удачи. Открывает и высвечивает новые дороги. Способствует успех во всех делах. Канал Семиастер. Способствует продвижению по служебной лестнице или поиску работы по душе. Дает ускорение во всех делах. Уверенность представляет несколько вариантов для вашего выбора. Помогает следовать проекту души. Семиастер. Семь тур. Канал Кабот работает на всякие блага, на людей не работать. Ну, на людей мы не будем работать. мы будем работать на поросюшку для успешного продвижения идей, проектов, бизнеса. Вот интересно, да? Понятно, что бантик. Сейчас, пока я с каналами работала, что интересно я вижу. Интересно, кто-нибудь это еще увидел? У этой поросюшки не бантик, у нее шляпа. вот я вижу шляпу, черный цилиндр. Ну, не черный, конечно, а красный. Материализация уже пошла, даже вот на тонком плане. цилиндр, я увидела тоже. Шляпку, вот галочка шляпку. Заряжаем, выбила. Ну, ладно, в записи будешь смотреть. Ну, конечно, что же мы еще? Какой канал из блока Хуты? Удача вырывает из тяжелых обстоятельств, нейтрализует негативные события, очищает путь, активизирует поле удачи, успеха. Удачно складываются обстоятельства, события. Перебор будет уже. И я, и оттуда, как фейерверк новогодний вылетать начал. Интересно, да? есть специальные картинки, которые там и глаза разбегаются, и они вроде стоят на месте, кажется, что они двигаются, да? Тут вот по сути, вот я по себе, да? Хватит, перебор уже будет реально. Я по себе сужу, пока я занималась зарядкой, да? И вот даже сейчас глаз открываешь, закрываешь цилиндр, вот у меня реально цилиндр вместо бантика. Фокус. Рисунок не меняла. Итак, завтра кто подписан в рассылке в новостях, да, в источник Натальи Бинер, получите там свой талисман. Если не подписаны, подпишитесь. Ну и на новости тоже заодно. Картинка будет в PDF, я к Лене мне обещала. Я, честно говоря, ее так оставила, так она удобнее. можете распечатать в цветном, конечно, варианте. Можете сделать себе их несколько, прилепить на работу, на дома, на холодильник однозначно или над столом. Я завтра, наконец-то, буду дома. можете сделать в маленьком варианте заламинировать, положить в кошелек, таскать с собой, положить под стельку сапога, например. Нет, я, конечно, это уже утрирую, потому что там она очень быстро выйдет из строя. И я вот тут только обратила внимание, не то, что обратила внимание, что моя фотография еще здесь. Так что темные силы, если что, будут в ужасе отлетать от этих фотографий. Обхохочешься, реально. Свинья в цилиндре и рядом Наталья Бинер. Жесть. Конкретная жесть будет. Да. Да. Без комментариев. Так. Что можно от рисунок на магнитик сделать. Тоже классненько получится. ПДФ на заставку в компьютере. Да, можно. Все, все, все можно. Все, что вы придумаете, можно все. Все, что захотите. Тут еще на автомате пойдет, вы знаете, да, что я все свои изображения в интернете на фотографиях я защищаю. Так что тут на автомате еще и защита пойдет. Так что круто получилось. Двойная удача, да. Так. Ну, у меня дома тоже принтера нету. Фотопечать идешь. Там делаешь. девчонки. Я просто представила картину, да, хулиганы из-за угла Нападают вы так ХААААХ А3 или А4, да, и там свинья с Натальей Бинер хулиганы в растоплую. Можно детям подарить, да? Я говорю, как, сколько хотите, столько и делайте. Броню. Ай, на здоровье. Меня что-то сегодня на ха-ха прибило. Не, ну реально, поросёнок в цилиндре. Прикольно. На здоровье, девчонки и мальчишки. Наступающими нас всех. Работы у нас ещё много будет. Так, ещё раз напомню. Так, завтра, послезавтра у нас будет работа завтра-послезавтра. Заряжаем. Что-то я зависла. Прямо так. Хорошо. Что-то я зависла. Прямо так. Хорошо. Мне уже объяснила, что делать. Так, что спасёнком я уже объяснила, что делать. Пальчик обожгал, что делать. Пальчик обожгал, что делать. Зарядка, послезавтра будет. Итак, завтра будет 2 дня подряд амулетов, талисманов, оберегов. Стоимость 1 400 рублей. Если кто-то берет все, цена будет 2 тысячи. И на семью вход по одному билету. Вот как-то так. Вроде все объяснило, все ясно, понятно, да, девчонки, мальчишки? Меня слышно, видно? Слышно, видно, ясно, да. Ну и тогда, да, прощаемся. До завтра. Отдохнуть, восстановиться, повеселиться. И я вас люблю, благодарю. Всем пока. Отдохнуть, привет. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...